Тимур Ага, сегодня я пришел к вам в гости, давно мечтал с вами пообщаться. Мне интересно с вами общаться в том смысле, что вы прошли очень такую большую жизнь, прожили, многое повидали. Нам молодым интересно узнать, что нам можно взять с собой в будущее, какой опыт нам пригодится старших. Я вот в Айр-Вгире, я изучаю наше прошлое, и у меня была такая задача, я увидел, что наши старейшины, старожилы, которые родились в Крыму, они уходят. И я поставил себе лет пять назад задачу сохранить их знания. Все, что они знают, в основном, и это в Алуштинском регионе, ну потом там и на Ялту, и Горный Крым, тех, кого встречал, я их пытался записать, все, что они знают. И решил сегодня с вами пообщаться. Очень интересные у вас книги, статьи, постоянно я читаю, последние вот про Гаспринского. Причем ваши вот эти все такие интересные моменты многие авторы даже берут. Вот и пророссийские, так скажем, вот, допустим, то, что Гаспринский имеет корни, вот, то, что вы написали от византийских императоров, вот, эту даже информацию пишут, так скажем, те, кто занимается историей Крыма, там, княжества Феодора, вот. Им это очень интересно было. Ну, расскажите теперь вы, я знаю, конечно, вы в Крыму не родились, но ваши корни с Хазулташа. Мне встречались старожилы с Хазулташа, я где-то опросил, наверное, где-то, наверное, может, больше пяти человек, и среди них были Дагджи. Есть даже Алим Дагджи, может, ваш это родственник. Вот я общался с его матерью, у нее отец Абдуриим Сукутин, и меня заинтересовало, как это он родился в селе Оштуз, и взял в жены, получается, видимо, девушку из Хазулташа. И подумал, что Джеффер Сидомед сыграл в этой, может быть, истории какую-то роль. Может, вы больше знаете об этом? Знаете, это был очень интересный человек, я его помню, ребенком был, еще, ну, не ребенком, мне было лет 12, когда он в последний раз вышел из тюрьмы, приехал в Самарканд. Я очень интеллигентный человек, он уже получил образование за рубежом, прекрасно играл на скрипке, знал французский. И вот, понимаете, тогда те тяжелые годы сталинских репрессий, мы потеряли очень много замечательных умных людей. У нас вообще, вот, как-то удивительно в нашей истории проходит. Вот такая волна шла после господинского тяга к знаниям, тяга к образованию. Многие ехали за рубеж в Турцию, в Европу, там получали образование. И всю эту интеллигенцию, кстати, не только крымско-татарскую, но и других народов, Сталин выписал. Потому что интеллигенция всегда представляет угрозу властям, большую угрозу. Потому что это люди мыслящие, люди, которые могут анализировать, люди, которые болеют за свой народ. И вот такая у нас была интеллигенция. Ну, это было после Гаспринского. Одно Гаспринского, интеллигенция была другая. Гаспринский об интеллигенции говорил, что она никакая. Она никакая. Она бесцветная. То есть он умеет читать, писать, что-то рассуждать. Но о судьбе народа, о судьбе народа и думать не хочет, и делать ничего не хочет. Потом прошли времена, появилась новая интеллигенция. Уже, будем говорить, в шилке новая интеллигенция появилась. Она тоже, как бы, понесла эстафету такую. Которая тоже беспокоилась за свой народ. Именно эта интеллигенция и подняла народ на борьбу за возвращение за свою родину. Это были люди такие, которые жертвовали своим благополучием, своей карьерой. Но, ради народа, они шли на это. Целая плеяда таких людей. Замечательных людей. Вот эта когорта. Она показывала пример, как нужно нам жить. Понимаете, вот меня всегда удивляла та взаимопомощь, причем бескорыстная такая, как сразу бросались на помощь друг другу. Ну, например, вот дедушка Эльмас, опаздывая, он тоже еще до войны они приехали в Самарканд, он стал завучем Мичуринского техникума. И вот, когда выслали крымских татар, причем ведь все, вся молодежь выслали так, что никто не успел взять ни своих метрик, ни своих аттестатов. Ну, нет. А вталют, ну, ничего, без документов. Так вот, он сумел, он работал заучу в техникуме и буквально затаскивал молодых ребят в техникум, чтобы они учились. Договорился с директором, директор был узбек, тоже очень и старый, и старый, будем говорить, узбекской интеллигенции. Он, в общем, принимали ребят этих, без документов. И очень многие там получили образование. Бескорыстно, без ничего. Ну, вот, та категория была вот такая. Сейчас они ушли, уже появилась новая интеллигенция. Как говорил Гаспринский, никакая. Она никакая. Вот наши писатели, целая когорта писателей. Я их спрашиваю. Вот такая политика. Украина, Россия. Давайте встретимся, давайте обговорим. Они говорят, а мы не занимаемся политикой. Наш университет, который воспитывает студентов, он тоже не занимается политикой. А в то же время в университете, в ТНУ, там занимаются политикой. Там даже образуются такие группы, как будто бы они, допустим, группа Совета Министров. Они решают какие-то вопросы, понимаете, как молодые министры. Они ведут какие-то переговоры, их учат этому. К чему это ведет? В будущем. То есть аморфная татарская масса, которая не занимается политикой. И очень активная, другая масса, другая половина крымчан. Если мы не будем сейчас, допустим, какие-то общественные организации. Вот у меня была общественная организация, мощная общественная организация, корпус интеграции. Я очень много работал с международными фондами. Так не хотят учиться. Не хотят, понимаете, вот поднимать свой уровень. Меня это поражало. Русские с удовольствием уйдут на эти тренинги, с удовольствием присутствуют, поднимают свой уровень. А наши учиться не хотят. Вот, допустим, есть целый цикл тренингов, как стать лидером. Вот на этот тренинг из 25 человек все трое татар пришло. Как решать конфликты? Не хотят. У меня очень много было партнеров по нашей организации. Это и Швейцария, и все такие опытные. Они приезжали. Они вели вместе с нашими тренерами. И вот решили провести такой цикл тренингов для наших председателей Медлиса районных. Как вести? Как живут маленькие города в Европе? Как они решают проблемы этих маленьких, маленьких городов? Из всех председателей Медлиса один пришел, причем не молодой, а сиди к нам Медлеводу, бывший директор завода с фонтанов. И все. А все они были русские. Персональный зал, придите. Вы же в этих поселках. Вы будете знать, как, что можно сделать. Не хотят учиться. Вот сейчас, по-моему, начался уже другой период, когда молодежь потянула. Ну, вообще, татары всегда тянули здесь, так сказать, к знаниям. Но, наверное, больше не к знаниям сейчас, а к диплому. Получить диплом – это престижно. А вот получить знания – это бывает очень редко. Именно знания. Этому человеку всю жизнь должен учиться. Я уже давно за 80, а до скорости учусь. Потому что я, в общем, многого чего не знаю. Тимур Аллах. Будет учиться в интернете, и там это. Очень интересная книга про актера, вот Хайри и Мирзаде. Наверняка вы, наверное, писали статьи про наших, так скажем, то поколение, которое было выселено. И они же все родились в Крыму, и они очень много знали про Крым. И про каждого человека, наверное, с которым вы общались, можно написать такую же книгу, как книгу про актера Хайри и Мирзаде. Что самое такое вот интересное в вашей памяти из того, что вы записывали в 60-е, 70-е, 80-е годы? Или вы тогда активно журналистом не работали? Я очень активно работал в 60-х и 70-х. Эти же люди видели. Я в Союзе журналистов с 58-го года. В Союзе журналистов. Но что, если чисто национально, мои впечатления, если хотите. Советская власть искалечила души людей. И когда я приехал в Ташкент, я стал первым редактором татарских передач в Узбекском радио. Ну и, естественно, такая должность, которая обязывает знать всех артистов, писателей. Я окунулся вот в эту среду тогда. Очень плотно. Очень близко мы дружились со свершившими из этой. Были с соседями. И, несмотря на родный бодрост, были очень дружны. Свою первую книжку, которую он издал, он пришел ко мне и говорит, ты будешь редактировать. Я говорю, что я сейчас говорю, а у нас есть там масса поэтов, Решит Мурата, не знаю, Мишамиль Аль-Адейн, может быть. Он говорит, нет, редактировать будешь ты. Я говорю, ну, это скандалы, обиды. Он говорит, ничего подобного. Вот так мы с ним дружили. Это был очень высокоинтеллигентный человек. Очень. Помню, приехали писатели, Расул Гамзатов и все, и они тогда назвали его, что Шевший Музаде, это самый интеллигентный человек советского, самый интеллигентный писатель Советского Союза. Очень тонкий, очень знающий, энциклопедические знания у него были. Вот. Ты поехала? Мне надо в аптеку, у меня ребенок болеет. Давай. Я потом заеду. Хорошо. Вот будешь? Угу. Вот. Это была светлая личность. Два раза отсидел. Два. Надо ложечки дать, наверное. Сейчас. Здесь. Очень интересно, как личность был Шамиль Аль-Азин. Своеобразный человек. А? Да. Об остальных пинчеров казанских татарей, ну, из наших татар. Тоже такой патриот. Вот сейчас я ищу людей, которые застали вот в таком возрасте и помнят Крым. Их сейчас все меньше и меньше. Это те, кто родились в 20-е, 30-е годы. Я Крым не помню. Ну, да. Не знаю. Вы не помните. Угу. А вот вы как раз, когда работали, тогда же были живы все эти свидетели, а не помнили, наверное, годы и революции, и Крымской ССР. Тогда... Вот я сейчас, допустим, спрашиваю знания, ну, по топонимике, там названия, допустим, гор каких-то, ручьев, или названия растений каких-то, то сейчас уже мало кто это может сказать. а потому что эти знания, они открывают нам взгляд на нашу тысячелетнюю, может быть, даже и более древнюю историю здесь, в Крыму. А какие у вас сферы интересов было, вот уже, когда вы работали с журналистом, какие темы вы заинтересовывались? или тогда запрещали как бы наши такие национальные? В советское время ведь темы какие, в какой отдел попадешь? Я работал, вообще считал, и сейчас считаю, что журналисту сидеть в одном отделе, а он просто потом начинает уже штампами говорить и штампами работать. Работал сначала в отделе татарской редакции, вот, но тогда в основном были только музыкальные передачи, а я не музыкант, то есть мое дело найти артистов, привезти, записать, составить концерт, диктор Фадмахану прочитает и все. Но параллельно, так как разве комитет большой, я вел сначала сеть хозяйственной передачи по сельскому хозяйству, по всем колхозам Узбекистана я ведал. до этого я работал в самаркандской газете в отделе промышленности, все по промышленности, вот. Потом работал в редакции последних известий, это очень оперативная работа, и в редакции последних известий очень интересно, потому что встречаешься со всякими людьми. Например, брал интервью у всех космонавтов, у всех очень многих зарубежных деятелей, у писателей известных, артистов, я знаю, ну, это такая живая работа. Даже у больших людей. Ну, ваша душа была всегда связана с тем, что вы интересовались, вы больше, ваша душа находилась в национальном движении все-таки, да? То есть работа официально она занимала, конечно, какую-то часть жизни. было вот так вот. А в основном начале 64-го года это национальное движение и вся голова была связана в политике. Вся голова была там. Потому что у нас вы знаете ведь вот сейчас вот эта книжка выйдет вот Мустафа говорит а что это национальное там писали только писали дело в том что вот как получилось у меня мать очень такая образованная была женщина одна из первых женщин получивших высшее образование но потом из такого рода она всех знала например она училась в татарской школе потом Хайре Безадет ее брат отправил в Стамбул учиться вот потом она вернулась сказал я хочу русскую гимназию кончать он отправил в Одессу она в Одессе кончила гимназию потом московский университет в Москве это такая была все ее племянник это внук Гаспринского 2 лет он был постпредом у него была огромная квартира и все студенты мусульмане азербайджанцы татары наши собирались по субботам по воскресеньям у него дома целая плеяда таких интересных людей вот она и конечно вращалась знала всех и Шелван Заде и всех знала очень хорошо поэтому потом пришлось бежать в Узбекистан потому что знала всех но сейчас многие говорят что Крым и автономия это не национальная была автономия но вот как раз то что вы говорите Джефф Дед был представитель Крымской СН в Москве то что говорят это врут это врут я вам скажу я вот сейчас вот например сделал книжку это одна из доказательств ваши воспоминания не не это там там и большое доказательство есть ну сейчас допустим Крым тоже мог бы иметь представителей крымских татар в Москве как другие республики вы понимаете что что получилось вот я сейчас сделал книжку одну маленькая обращу улочка да да это конечно известная ваша работа она еще неизвестная я ее нигде не печатал так вот я вам скажу вот вам вы хотите одну цитату прочитать да Сталин вот ну знаете было значит задание была такая идея создать Крымскую Калифорнию да завези сюда евреев руководство Крыма было против ну и естественно Сталин расправился со всеми но деньги это Сталин получил он эту программу закрыл боясь межнациональных столкновений но евреи требовали и вот чтобы показать в 36 году на съезде советов Сталин делает доклад и объясняет кто имеет право иметь союзную республику кто автономную вот цитирую Сталина каковы же признаки наличия которые дают основания для перевода автономных республик в разряд союзных республик задает вопрос Сталин затем отвечает необходимо чтобы национальность давшая советской республике свое имя представляло в республике более или менее компактное большинство то есть если в республике большинство то она вроде бы имеет на право быть союзной взять например Крымскую автономную республику она является окраиной республики а там обязательно граница должна быть она является окраиной республикой но крымские татары не имеют большинства в этой республике наоборот они представляют нам там меньше слов стало быть было бы неправильно и нелогично перевести Крымскую республику в разряд союзных республик то есть он говорит что татары составляют да казанские татары хотя и были в большинстве но также получили статус автономии если бы в территории грани человека в Крыму с иностранным государством они стали бы союзной республикой таким образом чтобы вернуться к проекту Крымская Калифорния а на этом продолжали настаивать еврейские организации нужно было бы ликвидировать государственность одного народа крымских татар в угоду другому еврейскому а это явно противоречиво национальной политике которые сталили в пример всему миру вот оно подтверждение Сталина что это да но дело в том что на вот эти все аргументы мы слышим или молчание их никак не комментируют ни местные здесь они просто молчат и правильно а вот дальше я здесь рассказываю как как грач сианист украл у нас автономию потому что ведь когда нас возвращали да да когда нас возвращали в 89 году были приняты все законы которые восстановили наши права но опять же вмешались те силы которые было сказано решение крымско-татарской проблемы невозможно без восстановления ее автономии решение решение проблемы крымских татар мимо это постановление Верховного Совета СССР а что эти сделали вот это технических как раз об этом как у нас украли автономию но вы все равно верите что справедливость будет восторжествовать снова у нас в нашем народе больше преобладают эмоции чем логика вот сейчас народ разведел на проукраинских и пророссийских а про татарских не осталось меньше конечно и Россия и Украина как моя мать говорила сары елан хара елан еб елан но на весы положите что Украина Украина изначально изначально как только Хрущев подарил Крым Украине на 12 день отсюда пошли телеграмму не пускать крынских крынских татар официально и они все время противодействовали нашему возвращению активно противодействовали более того когда мы уже были стали на ноги в Узбекистане у нас появился журнал ансамбль и так далее благодаря Рашидову и нашей интеллигенции они в ЦК собирают и говорят нет ликвидируйте нет такого народа нет такого языка закройте ансамбль закройте газету ликвидируйте журнал запретите это не мои слова и даже сейчас потеряв Крым фактически она боится восстановить крымскую довоенную нашу республику да не хотят они этого ничего они они приняли закон о реабилитации который подан им густофор межлист даже постеснялся публиковать его потому что на реше поставить закон о реабилитации России и Украины во первых в указе Украины нет слова крымских татарий нету нет слова народ там очень хитро сделано и это все дело муставы о лицах депортированных нас депортировали не как лиц а как народ и уже в самом названии этого закона украинского потом мы не депортированы что такое депортация депортация это как ты нарушил закон страны и тебя из этой страны судом вытеляют и эта страна тебе ничего не должна мы репрессированы по национальному признаку а если мы репрессированы то страна которая нас репрессировала она нам обязана вернуться вот какая разница депортированным ничего не обязаны репрессированным обязаны Тимур Ага а как вы думаете вот почему сейчас не распространяются на крымских татар законы о репрессированных народах мой золотой это же тоже мой золотой закон принят закон принят но я имею ввиду 91 год который принят он да но на нас он распространяется полностью распространяется но но если бы он распространялся то сейчас послушай меня я тебе это скажу должны были быть большие изменения правильно правильно закон есть нужно его применение мало принять закон надо его применять а применять вот эти негодяи евреи которые здесь не хотят а наши там беззубые ничего не делают они поэтому путин собирает их всех татар и говорит закон принят теперь добивайтесь добивайтесь чтобы он работал путин говорит им добивайтесь но тут же но тут же опять получается такая ситуация патовая что не патовая не патовая они назначены там теми же это время не патри нет нет это время щеки это это люди все которые работали при украине это люди все зараженные анти татаризм все это люди воспитанные на ненависть к нам и перебороть себя они не могут вот смотри какие изменения произошли стоило путину сказать что во первых извиниться перед крымскими татарами никто до сих пор перед крымскими татарами не извинялся потом потом он сказал это самый оболганный народ и виноват в этом виноваты продажные историки он много говорил добрых слов о крымских татарах и после отношения русских к нам сразу изменилось Россия такая страна все скажет они это делают но вот это руководство которое еще осталось вот таким с таким отношением к крымским татарам они временщики все Путин их не может убрать сейчас Путин не может потому что их считают победителями они вернули Крым в Россию они проголосовали они вернули но я думаю что потихоньку потихоньку их уберут уже началась чистка всегда крымским татарам говорят что крымским татарам всегда говорят при назначении в должности что они некомпетентны там это но сейчас ситуация показала кто некомпетентны вообще как работают это у нас некомпетентны они правы и они некомпетентны и мы некомпетентны у нас в Узбекистане был такой запас руководящих работников смотри секретарь откова три союзных министра министра строительства министра автомобильного хозяйства да и министра легкой промышленности мощный министр огромная республика да это только высшем руководстве ну я работал в ЦК на очень высокой должности на очень высокой должности работал вот и а сколько секретарей райкомов сколько там было вы же были над республикой да то есть вы когда приехали в Крым это же как область это вот а у вас взгляд был и вы когда со своей энергией и опытом приехали сюда и увидели как это все тут и не только у меня не только у меня возьмите амеров там директор завода вот директор крупного ташкентского завода Москва его направляет сюда директором завода эти его ставят простым инженером знаете и так далее вот крупных специалистов Москва направляет сюда на конкретные должности эти не принимают они сейчас так же делают Москва им говорит в каждом вы не умеете работать в каждом министерстве первым заместителем будет из Москвы мы вам дадим пусть научат вас работать эти говорят нет нет нам приезжие не нужны мы от донецких видели нам нет мы сами умны и понят все и вот отключили свет показалось два дня они ничего не могли сделать пока не приехал министр энергетики министр срезвучайных ситуаций министр здравоохранения они красивы быстро реагируют на такие вещи потому что у них где-то наводнение где-то все они сразу бросают щучок и поднимают там здесь они бросились все и слава богу никакой катастрофы пока не было во всех больницах есть свет нам потихонечку дают и наладят и наладят возьми Украину Херсон отключено уже пять дней и они не чешутся там огромный город Херсон сидит без света потому что татары взорвали там то есть вы считаете если в 90-е годы наши кадры тут работали то и русские и украинцы бы аплодировали руководство потому что бы Крым бы расцветал не аплодировали и мы украинцы и украинцы но я имею ввиду все те кто живут здесь местные украинцы русские евреи да да мы же настраивали против нас потому что когда я приехал по радио сегодня крымские татары планируют резать детей крымчан не пускайте детей в школу вот как это делал кто запад секретарь по пропаганде грач но достаточно удивительно да вот сила вот этой местной крымской так скажем мафии которая не подчиняется ни Киеву ни Москве да это Россия а Россия пока с ними понимаешь они должны себя дискредитировать в глазах крымчан и уже это сделали уже ни русские ни татары никто уже эту власть не любят потому что они ничего не делают ничего не делают они настолько беспомощны понимаешь вот у нас уже среди молодежи сейчас меня радуют такие грамотные ребята появляются и они каким-то оборотом все же какие-то структуры изберут и они там начинают хорошо крутить хорошо крутить у нас очень сильные юристы есть очень сильные юристы и ну и в других областях наверное появится потихонечку появится потихонечку появится вот сейчас они никуда не денутся вот сейчас вот главой этого поставили Белогорского района Татарина завтра услышишь наверное послезавтра поставят освободили 5 депутатов вдруг неожиданно вчера 5 депутатов подали заявление о выходе из депутатского корпуса в связи с выходом на пенсию наверняка Москва сказала выбирайте 5 я так думаю и избирайте крымских Татар потому что этого Белогорск у него опыт опыт есть большого района руководитель большого района был а здесь ему не давали работу Москва аркнула на них и они приняли решение поставить его главе Белогорска они до сих пор но уже сейчас настолько их придавили что вот у меня племянник его приняли в отдел какой-то сейчас в новое отделы городсполком и начальник ему говорит у меня штатное расписание 20 человек мне сказали не меньше пяти кромских татар ты должен принять и пять украинцев не меньше вот так и работает и он говорит найди мне еще пять татар понимаешь то есть прямо Москва прямо дает указание берите 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 почему тогда так резко уменьшили количество крымских татар депутатов единиц сейчас просто ну вот в прошлом году были выборы а это вот они это вот они вот эти супчики все делают вот это вот их дела все а ты возьми было больше тысяч любой совет любой комиссар да вот смотри создали где-то дней двадцать назад они аналитический совет по мигнациональным отношениям туда вошли все этот директор музея который терпеть не может нас русские евреи все и они это тайн в этот аналитический отдел который должен анализировать международные отношения какого это тайна они взяли из Ялты директора цирка этих самых рыбок в политике ноль вот он будет сидеть там и слушать как эти аналитики будут принимать решения антитатарские и в то же время очень многие у нас очень много у нас хороших толковых аналитиков политологов ни одного не берут ни одного не берут это вот конечно то что произошло в марте апреле 2014 когда васфия Абдураимов как бы первое на грудь поднял эту проблему и оказался сейчас в принципе как бы не нужно не опускают не пускайте ни одного ни одного а вот украина украина она же все-таки какая бы плохая ни была своих союзников джемилева их ставят на какие-то места вверхов украина украина а здесь россия могла хотя бы где украина сами покажи мне украина два депутата а россия могла бы еще Абдураимова или еще кого-то сделать хотя бы там каким-то представителем да каким представителем ну пусть в Москве там представители Крыма Абдураимов выступает на международных конференциях не это понятно Абдураимова таскают везде это но это как общественная инициатива нету рычагов именно прямого подчинения потому что и Абдураимова и других ребят которые именно пророссийские они ни одного не привлекают потому что они знают что это зубастые тоже Абдураимов ты сайт читаешь их нет ну иногда сейчас что-то очень такая вот резко мало стало что-то там он очень резко выступает и очень хорошие аналитические вещи мощные он и хлопит направо и налево они его боятся они его боятся не я имею ввиду федеральный центр мог бы обратить внимание а федеральный центр пока 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 считается с ними федеральный центр не может замминистров их виск они сопротивляются замминистра это единственный они протащили сейчас заместитель министра по транспорту из Москвы пришел а они во все министерства Москва готовы люди готовы то же самое и севастополь в севастополь приезжают он говорит меня направили к вам вот они говорят а вы забыли привезти справку о том что у вас нет судимости возвращайтесь в Москву он говорит ребята кем я работал в Москве какая судимость нет езжайте человек обижается и уезжает и докладывает там что вот так и так Севастополь не принимает меня вы меня направляете ведь кто направляет кабинет министров направляет кабинет министров Российской Федерации а здесь эти решили что они башки понимаешь вот джинни обезья понимаешь и крутят во-первых страшно разворовывают принимая новые законы они они принимают законы совершенно не соответствующие Российской Федерации но такие законы где можно хапать которые дают возможность им хапать например по российским законам ты хочешь построить дом да у тебя земельный участок есть есть ты идешь и говоришь устно я здесь хочу построить дом выстрой и никто не спрашивает есть у тебя проект прошел он какую-то экспертизу взял взял ли ты разрешение на строительство из каких материалов ты будешь строить никому нет дела ты построил и все и все точка это твой дом эти эти придумали ты хочешь построить дом ты должен заказать проект дальше этот проект ты должен отнести в организацию которую возглавляет первый помощник Аксенова за любой проект за экспертизу любого проекта он берет 20% от его стоимости за трехмиллионный проект нашей мечети он тоже запросил 20% хотя этого нет понимаешь нет дальше ты кто следил проект ты должен пойти и получить разрешение пока взятку не дашь тебе не дадут разрешение ты по строгам ты его не отормишь пока взятку не дашь но у вас не возникало мысли что Россия взяла Крым не для себя а для каких-то других сил которые тут верховодят то есть получается что они создают невыносимые условия для жизни обычных людей там мечлис перекрывает не здесь эти не дают жить людям спокойно чтобы они уезжали и готовят допустим может эту землю для каких-то других людей не возникало у вас а как может возникнуть такая мысль если они миллиарды сюда вкладывают ну миллиарды вкладывают но миллиарды а как же они же хотят чтобы здесь жили плохо может это не они вкладывают а какие-то другие силы какие силы Америка которые крымские вот эти власти управляют этими средствами они будут только типичный крымский татарин не ну просто если вы вкладываете деньги а здесь местные разворот вы не будете вкладывать если тут бардак сейчас столько уголовного делали уже столько пересажали 960 человек тоже посадили в Крыму потому что ФСБ и милиция Крыму не подчиняются и на всех министров уже уголовные дела заведены уже уже заведены уже заведены да Крым Крым Россия Путин положит всю Россию на лопатки но из Крыма он сделает конфетку почему я скажу почему Крым для русских это такой фетич знаешь вот отсюда пошло православие отсюда пошла Россия отсюда пошла корни отсюда пошли ведь действительно здесь же отсюда пошло православие понимаешь для них это как икона они отдадут пол России Крым не отдадут они Путин из Крыма сделает конфетку он головы оторвет всем этим сейчас он не может пока голову оторвет он из Крыма сделает ой-ой-ой что во сколько обходится мост его уже начали делать во сколько обходится вот электроэнергию тянуть сюда во сколько обходится это все во сколько обходятся дороги сейчас ну какие дороги делают и они не могут использовать те деньги которые дают они 30% не могут использовать и не могут использовать по своей тупости я тебе один пример приведу значит чтобы использовать деньги которые выделены Москвой то есть по линии казначейства нужны какие-то специальные правила которые отличаются от правил украинских эти их не знают и знать не хотят пришли деньги у нас есть один татаев он по-моему директор какого-то реабилитационного центра небольшого за Бахшираем где-то звонит ведь и мрага напаим дёрг тюзь бин пара кель димана а маленькие центры на 40 коек наверное как их использовать не могу здесь есть такие правила я говорю слушай поезжай в Москву 40 миллионов ему дали что ли поезжай восьму возьми одного бухгалтера и он тебя научит он говорит хорошо поехал в Москву нашел бухгалтера привез бухгалтера и быстро рассыл эти деньги а сло банк дает сообщает что деньги выделены правильно использованы он не говорит опять звонит аксёнов аксёнов он пришел к аксёнову аксёнов ему жмет руку единственный кто использовал деньги полностью это ты спасибо тебе вот приходят деньги уходят и уходят потому что тупые учиться не хотят а приходят миллиарды ну как вы считаете вот если дальше будут развиваться такие события вот допустим в будущее взгляд как вы видите судьбу крымских татар в крыму через двадцать через тридцать лет я тебе скажу это будет наша автономия крымская автономная республика где уже наша молодежь я думаю научиться логически мыслить в отличие от старого поколения нынешнего поколения людей это будет прекрасный Крым и везде во всех сферах во всех сферах крымские татары будут работать и дело в том что крымские татары наш народ после природы очень очень стойки очень мужественные вот я работал здесь с этой организацией прикпров первые проекты по каменке и они меня избрали председателем планирующего комитета так назвали местный комитет на общественном начале и вот деньги выделяли все там Канада и так далее построили маленькую школу водопровод провели очень много других проектов было интересных и здесь были все послы аккредитованные в Украине и вот эти все послы были у меня вот в этом доме здесь еще график был пола не было была поста на которой я спал один и были ящики электрическая печка на которой я им готовил кофе и сидели все послы послы Англии Канады кроме Америки Швейцарии ну очень много те пофинансировали это Норвегия кстати норвежский прекрасно владеет не турецким языком владел и русский и турецким но послы все обучал владеть русским языком в основном да да даже послова Англии тоже на русском так вот они говорили нет такого народа как вы нет такого народа который самостоятельно вернулся без всякой помощи построил 300 поселков компактного проживания нет такого вы себе цены не знаете вот как они они говорили больше того я тебе скажу украина это было лет восемь назад украина попросила ООН 3 миллиарда для обустройства крымских татар хотя и не надо было просить бывшие работники крым банка посчитали а если бы не разворовывал Мустафа денег вместе со своими друзьями из Верховного совета нашего то каждая семья имела бы тверкомнатную квартиру столько было выделено денег разворовывали диким образом диким образом вот вот по этой книжке которую я сейчас подготовил там много таких фактов ну часть я привел только часть сколько они разворовались документально но вы считаете что этот проект уже не действует а этот проект уже сейчас не работает этот проект работает но вы говорите что будет Крым ждет счастливое будущее что крымские татары будут здесь заниматься а кто им даст теперь уже я тебе скажу три дня назад евреи депутаты предложили отдать Крым в аренду на 49 лет Турчина да а Америке да вот да если бы Россия не взяла они бы уже отдали они бы уже отдали и мы были бы сейчас в объятиях наших друзей евреев которые бы задавили бы да как как вы думаете вот одной из причин того что не восстановили права крымских татар допустим так же как все остальные народы россии может быть то что может быть в будущем планируется создать так скажем такую московскую Россию с таким про российским сильным не понял вопросом ну допустим вот Османская империя была большая да потом Кемал Ататюр взял сделал кемалистскую националистическую Турцию вот сейчас Россия тоже большая но ее могут свести к пророссийскому такому не знаю смогут или нет и нам придется жить среди вот вот как крымские татары живут в Турции они все стали крымскими тюрками и мы знаем их судьбу как вы думаете может быть и судьба крымских татар здесь может быть если Россия судится ну да если она возьмет сейчас еще восточную Украину ну там где живут русские в основном то есть это будет государство для русских и поэтому одной из причин того что они восстанавливают государство для русских это Российская Федерация сейчас да а в будущем если мы в будущее посмотрим допустим там Китай возьмет в себе часть территории там может одной из причин того что они восстановили права крымских татар так же как допустим там Калмыкия или Карачаево-Черкесия в том что в будущем на этом русском государстве я знаю как ты плаваешь почему не восстановить почему почему вот возвратили чеченцев а нас нет почему знаешь ну вы считаете потому что был в составе Украины а вы считаете что был в составе Украины поэтому не восстановили но сейчас они были против не обладаем правами как чеченцы в Чечне или карачаевцы там или Мустафе предлагали он же отказался не а причем тут Мустафа а как же можно у нас есть другие лидеры не обязательно ему Путин прямо сказал Мустафа давай вы будете как Чечня вы будете как Чечня посредником были казанские татары и они уговаривали его но он на веревочке у американцев и у Израиля на веревочке вот так вот и оторваться он не может а как восприняли татары Россию хорошо плохо и что ты думаешь мы относимся плохо мы говорим аааа половина уехала часть уехала это самое на Украину умные люди абсолютно абсолютно ноль ноль в их головах полторы извилины во первых Украина ничего нам не дала и не хотела давать и не хотела давать я тебе скажу мы при мустафе мы хотели обращаться значит к мировой общественности чтоб решали нашел мустафа не разрешал 22 тысячи подписи собрали хотели сто тысяч он это дело обретал а те 22 тысячи подписи которые мы собрали он их уничтожил каждые три года ООН давала предписание Украине перестаньте над ними издеваться делайте то 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 а Украина врала Украина поддерживала вот эти местные то что сейчас Россия поддерживает их Украина поддерживала их да потому что Украине выгодно было Украине выгодно было держать татар как антироссийскую силу и мустафа выполнял эту должность он делал все чтобы бить клин между русскими и украинцами и он это сделал то есть между русскими и татарами и он это сделал и когда Россия пришла русские татары помня старые обиды но забыв что мы 360 лет сами гноили русских да плохо приняли Россию плохо плохо ты думаешь Россия не видит это видит ты думаешь Россия не понимает чья это работа понимает и Россия закрыла на это глаза и говорит они опомнятся они все равно опомнятся и поймут что Россия это не Украина и поэтому все время Путин президент протягивает руку если понимаете если Ющенко дает указания у нас честный народ вот я учился же в украинской школе не честный здесь не честный и нас учили что мы должны любить Украину и мы не можем так за одну ночь любить одного и сразу любить другого нас же все время говорят вот вы не любили советскую власть и пошли служить Германии но это же не так было мы честные мы жили в Украине мы работали здесь и поэтому мы не могли сразу за один миг полюбить других не могли не могли мы же честный народ потому что ума не хватает ума не хватает так ну как это ума ума не хватает потому что одни эмоции у татар а ты взвес почему эмоции мы честный простой народ который вас учили любить Украину в школе да да а ты думал а за что нет я не думал тебе говорят «люби Украину». А ты спрашиваешь, за что я должен любить Украину? А ты воспринимал это, тебе вбили в голову «люби Украину». А ты научиться проанализировать не можешь. Не хватает. Я знал, что Украина не восстановила наши права. И не только не восстановила. Она не видит проблему крымских татар. Так как ее представляет национальное движение, что Украина дает указание, Ющенко дает прямое указание срочно ассимилировать крымских татар. Как это? Мезлист молчит, а я даю под суд их и сужусь с главой партии Ющенко. И никто не поддерживает. Продал машину. И Ющенко я такой шум поднял. Вся пресса была. Старейший журналист крымского татарского народа судится с таким человеком. И Ющенко я поднял шум. И Ющенко был вынужден дать задание своему гостю, я повторю, сделать в Киеве пресс-конференцию и дать слово крымским татарам, что они их ассимилировать не будут. А Мустафа молчал и на на крутая да? Нет. Была сессия крутая, да. Я говорю, вот, нашего друга отдал под суд. Я говорю, Мустафа, как ты можешь дружить с этим евреем, депутатом, который разработал концепцию уничтожения твоего народа еще в 63-м году. Как ты можешь дружить с человеком, который уговорил Ющенко ассимилировать наш народ? И тот озвучил это прямо по телевидению. Далее Ющенко дал указание, а председатель Совета Министров прямо по телевидению сказал, мы обязаны быстро ассимилировать путем расселения крымских татар по Украине. Не здесь ассимилировать, а расселить. Ну сейчас это и происходит же в принципе. Вот, а все это еврейские дела, поддерживаем ему с тобой, и он на меня накинулся. Я сказал, если это твои друзья, здесь вот с этой трибуны заявляй, ноги моей больше не будет в твоем гореном Курлтаре. Тимурага, вот как вы считаете, вот в новых условиях Вайбалан, какой ты наивный оказывается. Движение крымских татар, оно достаточно, ну, было активное все время, и в годы советских времен, и при Украине, в виде при Украине не было уже национального движения. В виде митингов, ну, я имею в виду формы протеста. Вот как вы сейчас видите путь развития? А вот смотри, сейчас митинги проводить нельзя. А мы проводили митинги, один вопрос. Сейчас просто путем переговоров пытаются что-то добиться. мы проводили митинги. Нам давали такую возможность. Да? Для чего? Для чего? Для чего нам давали такую возможность? Почему нам разрешали проводить митинги? Не, ну, выражать мнение, люди имеют право. почему? Ну, как это почему? Это основополагающие формы выражения свободы. Чтобы вы выпустили свой пар. Ну, конечно. Вы выпускали свой пар, а что-то митинги дали? Хоть что-то митинги дали? Митинги? Они в какую-то роль, может быть, и играли? Что? Конкретно скажи. Нам стали выделять земли. Нет. Не, крымские татары, они чувствовали плечо своего сотоварища хотя бы это мобилизация народа. Куда? Куда мобилизация? Ну, они чувствовали, что мы все вместе мы идем. Ты когда-нибудь слышал, что Мустафа ставил задачи на этих митингах? Слышал, нет? Задачи. Никогда. У него на митингах враги. А задач не было. Ты когда-нибудь слышал, на сессии крутое ставил задачи, чтобы он перед народом? Никогда. Ты когда-нибудь слышал, чтобы какое-то решение, какое-то решение крутое, или 18 мая мы принимаем резолюцию? Да? 10 тысяч человек поднимает руки, резолюция засчитывается, всех сейчас медреет, а дальше, а дальше резолюция никуда не ведет. Ее никуда не посылают. А почему? А потому, что Мустафе сказали. Вот сиди и не зыбайся. Ну хорошо. Не устраивай нам голову. нам говорят. Что вы там хотите, то и делайте. нам говорят, Путин говорит, боритесь, все открыто. Открыто. Римзи Ильясов, допустим, говорит, примите закон о государственном крымском тарадарском языке, что в школе независимо от этого изучали. Ему говорят нет. Правильно. Вот формы борьбы, как вы предлагаете вот в этих условиях? Вот та форма борьбы, которая была в национальном движении, вот сейчас мы находимся в состоянии 64-го года. Именно вот с такого момента вот с такого момента началась национальная борьба. И наши мудрые, очень мудрые старики, они придумали такую тактику и стратегию, что генералы КГБ говорили, слушайте, что за гении придумали это? Ведь они вот та страшная сила, страшная сила, КГБ, партийные органы, они начинают в 66-35 лет непрерывно продавалось национальное движение, непрерывно, и они не смогли сломать его. Не смогли сломать. национальное движение наше проводило ОМОН. ОМОН нам обязан. но тогда были партизаны, военные, которые, это скелет был, а сейчас, кто у нас здесь? Подожди, начали они, потом второе поколение пришло, уже следующее поколение, это Юра Османов, это наш физик, Ролан Кадыев, и так далее. Уже молодое поколение, царики уже все, а дальше и умерли. Следующее поколение пошло. Понимаешь? То есть вы предлагаете собирать подписи, работать с народом, писать письма, продолжать. Есть очень легитимные методы борьбы за свои права. Причем Москва очень остро реагирует, я тебе скажу. Вот маленький пример. Лично из моего опыта. В Коктебеле два Таталина сложились и сделали дискотеку. Большая дискотека, которая работала, сотни людей танцевали. Напротив другая дискотека. Вот другую дискотеку, эта дискотека была законно оформлена по всем законам. Земля оформлена, разрешение, все, все документы законные. Напротив, дискотека не оформлена, но ее хрустовал первый зам Аксенова. однажды, он сказал Таталину его люди убирайте вашу дискотеку, чтобы ее духа не было. Таталин говорит, у нас есть все разрешительные документы, а вот вы мешаете. Он говорит, не уберу. не уберешь, завтра мы сами снесем. Утром приезжает вот из их национальная гвардия, так сказать, бандиты Аксенова, да, и начинает ломать. Мне позвонили, я открыл сайт Путина, открыл сайт Путина, и там есть возможность не больше 50 слов один раз в год передавать. Вот так и так творится беспредел. Услов я передал. В три часа дня туда приехала прокуратура и ФСБ и остановили этот беспредел. В три часа дня. И сделали втык к этому зампреду. Понимаешь? три часа дня. Сколько времени надо было, да? Всего лишь. Реагирует Москва на всякие, если обидец кромских, то там мгновенно реагирует. Мгновенно. Мгновенно. Тимур Раага, спасибо вам за откровенную беседу. Пожалуйста. У меня последний вопрос такой. Мелиферка была создана по-моему в 2002 году. Да? И она всегда как бы выражала так скажем, может быть пророссийские такие взгляды. некоторые может быть соратники. Антиукраинские. Антиукраинские, да. Ну были допустим Нурфет Мурахас, он всегда открыто говорил, что прощай Украина, здравствуй матушка Россия. Правильно, потому что Россия, потому что в России у нас больше возможностей возродить по всем Украине. Да. Намного больше. мы все это видели и мы все это знали. Потому что в России во-первых смотри в России есть опыт опыт федеративный опыт работы с национальностями. В России масса законов масса законов опираясь на которые можно добивать своих прав. Это законы у нас уменьшение и так далее и так далее масса законов. Но Украине нет ни одного такого закона. Ни одного. То есть не на что опираться. Там не на что опираться, чтобы завевать своих прав. Это сейчас вот они этот так называемый закон авиабилитации раньше не было. Ведь их первый закон авиабилитации украинцев был очень хороший закон. Но внизу была строчка это не касается крымских татах. Строчка знаешь да ты это? Вот. Это не касается крымских татах. То есть даже на этот закон мы не могли опираться чтобы добивать своих прав. А в России полно таких законов. И посмотри как живет Таталистан. Ты там был? Нет я там не был. Я тебе советую. Я тебе советую. Прекрасно. Прекрасно. И национальное такое у них развитие. И дух такой там. И так они экономически здорово живут. они готовы здесь здорово помогать. Но вы положительно оцениваете что казанские взяли крымских так скажем под крылом. Но вы не боитесь что это будет за это мы должны заплатить что мы часть татарского мира а не отдельно крымские. Мы часть тюркского мира. Ну они представляют как мы кому-то бы часть и местные вот эти крымские в татарстане они считают что мы часть большого татарского народа. Может быть часть большого татарского но мы тюрки. Нас называют татарами очень хорошо. Азербайджанцы татары. Азербайджанцы тоже татары. Тогда они могут сказать зачем вам своя автономия или вы часть татарского большого мира. Зачем это вам не они наоборот говорят вам нужна автономия своя. прекрасно понимают у нас свой язык своя культура. Прекрасно понимают. Наша музыкальная культура резко отличается от их музыкальной культуры. У нас даже корни немножко разные. Они не дураки. Я у них был вот разница. Всемирный конгресс казанских татар. Я приехал туда. Со всего мира приехали такие мужи ученые богатые. Ну казанские татары всегда отличались от нас умом своей всем вот и такой дух ты понимаешь у них такой дух мощный после этого они повезли нас и показали ну во-первых сама казан сейчас Москва рядом не стоит я извиняюсь сама казань бог показали окрестные деревни где они строят дома в которых пока никто не живет для тех полутора миллионов казанских татар которые разбросаны по всему СНГ если есть желание вот готовые дома у них у них развита промышленность у них так развита наука у них такие университеты потрясающе потрясающе и дух такой а мы что ну нам все время говорит и Путин что берите пример с казанских татар правильно надо брать но как эту дорогу проторить у нас пока не видно я не готовы помочь нам вот эти все мешают казанским дали бахстарай теперь казанский говорит ну нам это мало у нас масса денег давайте давайте еще что-нибудь а эти и хотят не дают но у вас не возникло такого чувства вот мы тогда жили в Украине мы себя чувствовали как-то ну более спокойнее даже при Януковиче более как-то а сейчас какое-то чувство беспокойства что неизвестность что завтра будет все время что резко меняется не возникает не возникло такого переживания что у меня больше переживаний при Украине что сегодня там свет выключили а что завтра будет как найти работу там будет на работе свет там или ну это мелочи конечно но я не все время какие-то неожиданности вот в этом ну может быть для вас самые большие переживания были при Украине вы же наверное общаетесь с обычными крымскими татарами конечно конечно самые большие переживания были при Украине им стало легче жить или труднее татарами татарами конечно легче экономически легче конечно конечно легче несравненно легче несравненно но может быть пенсионерами сколько сколько раньше получали учителя сейчас в три раза больше сколько получали врачи в три раза больше даже в этом смысле а в Украине я все время сидел на иголках потому что мне могли тыкнуть вот вы изменники сейчас никто не говорит это прекратили вот так обрезали сразу да масса провокаций была масса провокаций была то там то тут всякие взрывы то там стычки то здесь стычки было так вот было сейчас есть это нету нету а ты говоришь спокойнее вот тогда было беспокойно вот тогда было беспокойно да а сейчас живи спокойно пожалуйста беспокойно там на Украине бедняжки уехали дураки сейчас там во-первых экономический крах будет страшный и самое главное они вернутся не смогут уже вот для них какая катастрофа будет по глупости рванули туда а там они своими не будут потому что там чистая украинизация идет и прямо говорят у нас нет других народов все мы украинцы все все а здесь не говорят ты будешь русским а там все мы украинцы и их делают украинцами салоносе эмоции в политике да и в самой жизни нашей обыденном эмоции только мешают не мы реалисты правильно мы все взвешиваем чтобы быть реалистами вот хайри может сказать как изменилась ситуация за два года легче стало экономически одно экономически одно ну вот у нас бизнес выручки выросли сейчас если два на три ну раза в четыре это значит люди стали жить благосостояние людей в штижа завели ну и не это вот для меня даже не это главное а то что перестали как при Украине и по Реджевилеве с экранов телевизоров с газет и на улицах тыкать вот татары то татары это татары то татары это все этого нет это самое главное разжигал это он с украинским СБУ а вот в эти столбы это же опять его провокация он конечно я его знаю с 64-го года и всю жизнь он занимался провокациями всю жизнь вот эти сабы это тоже провокация для чего она была сделана не для того чтобы света не было потому что а для того чтобы здесь русские говорили татары опять татары да 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 а Москва быстро вот вообще вчера я смотрел все каналы не говорят татары они говорят межлис один идиоты и там хотят разжить здесь межнациональные отношения а их нет татары русские дружно живут здесь они идиоты там трепыхаются что-то такое понимаешь однозначно однозначно сделают в России чтобы день не разжигать но не принесешь но это же ясно что армия без света не останется аксёнов без света не останется и ну да это тоже абсурд останется кто деревни в основном в деревнях кто самые простые бедолаги для чего ты это делаешь только для одного опять старая миссия в Херсоне выделят 50 тысяч участков для татар да ты дебил если есть проект у них они могут создать такую какую-то ситуацию что допустим Ферганский это можно было делать при Украине и сделали бы но не при России вот у нас вот дорог поехали они же не говорят что допустим эти участки для Сузбекистана кто приедет а те кто с Крыма конечно потому что мечтает тут могут приготовить потому что Джимилев мечтает заварить здесь кашу чтобы мы выехали в Кирсон а он под нас собирал опять бабки и укладывал в свои карманы прекрасно может кто защитник кого-то а кого надо всегда кого-то защит он не умеет о ничем делать но может быть вот эта крымская власть которая при Украине осталась она еще может союзниться с ним быть они всю жизнь вместе бухали когда посадили Гриценко арестовали и привезли его в суд первый прибежал Мустафа это по телевизору первый прибежал потому что они говорят что вроде там Смирнов Римзельясов уже типа наши это а Тимур Ага доказал что они в одной связке до сих пор работают и Смирнов и заместитель Барова они уже не в одной связке но они их просто подняли для того чтобы показать миру что и в Мезлисе нет единства конечно понимаешь это политика и поэтому их подняли и показали миру да вот бывший член Мезлиса Римзельясов был заместителем Мустафы но он принял Россию а тот не принял но если вообще по логике вещей должны были допустим Васфи Абдураимов быть там ну те кто первые поддержали они должны были быть а он умный получается они боятся потому что те ручные те при Украине были ручными и сейчас эти власти знают что они ручные поэтому их ручные и возникать не будут требовать не будут а если Васфи меня возьмут еще там откроем рот понимаешь да и начнете десятки людей десятки людей получили медали за возвращение Крыма нет они боятся ни одного человека с этой медалью они никуда не приняли да ни одного они боятся а их они не боятся потому что они знают что они в жизни они там были и сейчас ручные ну значит существует может какая-то связь до сих пор с кем ну там просто понимаете их же мало там их же мало сейчас там народа уже нету нашего и им говорят хотите выжить тогда вот сделайте вот это там хотите вот они наверное и делают это мне кажется все это устраивает но это пока наши все предположения